Приветствую вас! Меня зовут дядя Митя. Меня зовут Юля. Мы сегодня идем на чемпионат мира по футболу. Играет сборная России с греками. И как вы думаете, кто должен сегодня победить? Это сборная России. Как ни крути тут уже. Поэтому мы идем и поддерживаем ее. У нас в Воронеже установили большой экран на Адмиралтейской площади, чтобы люди приходили и болели за свою любимую сборную. За сборную России, конечно же. И мы верим, что она выйдет из группы именно сегодня, именно сейчас. Так что вот так по-другому никак не может быть. Я единственное, что боюсь, что мы придем и там негде будет сидеть. Потому что всего-навсего установили мест, 500 сидячих мест. Ну куда это? Когда весь город хочет поддержать свою сборную, своих любимых игроков. Игнашевичу уже 50 лет, а он все играет и играет. Когда он уже уйдет на пенсию, неизвестно. Хотя у нас сейчас такие новости, что пенсионный возраст будут увеличивать. И опять все станут молодыми и здоровыми. Так что это тоже плюс. Как ни крути. Кстати, вратарю Египту 45. Я пенсию, как я дедушка с палочкой. Люди уже бегут занимать места. А мы идем и никуда не торопимся. Поэтому мы... Сборная России играет целых 2 часа. Ужас. Выигрывай. Что ты прям такое говоришь? Выигрывай. Наша сборная может что только делать? Выигрывай. Выигрывай. Пессимизм в этом плане. Да не, на самом деле я... Давайте сделаем прогноз до матча. Я вот хочу поставить то, что сегодня играет сборная Греции. А не Египта. Или Египта. А, сборная Египта. А что Греция? Сегодня играет сборная Египта, блин. И там играет Салах. Он будет сегодня против нашей сборной играть. И я думаю, что будет счет... Ну сколько? Нет, 3-0 это слишком много. Я буду думать 2-0. Так, ты, Юль, что делаешь? Какую ставку? 2-1. Наша все-таки выигрывает. А я ставлю все-таки 2-0. То, что наши проиграют. Потому что я не думаю, что они сегодня могут выиграть. Так как они, вы представляете, начали опять писать в интервью во всех. Не в интервью, а во всех газетах. То, что наша сборная сегодня выйдет из группы. Наша сборная чемпион и так далее. Наша сборная, конечно, может выиграть. Может проиграть. Тут все возможно. Но зачем сразу говорить, что наша сборная выиграет? Зачем пугать смартфону? Я никак не могу понять, для чего это делается. У нас это постоянно так. Когда если начинают вот этот интервью, все, вот они молодцы, они взялись, они сейчас выиграют. И обязательно они сюда проигрывают. А потом с таким подрезком, что. А где наша сейчас Адмиралтейская площадь? Вы посмотрите, по какой мы красоте идем. вокруг. Мы живем в самом лучшем городе мира. Я так даже могу сказать. Потому что смотри, какое водохранилище есть. Это вообще, это уже плюс этому городу. Плава, башня. Не наговаривай, где на город. Я сказала, я не семья. Вообще отлично, просто отлично. А еще у нас самые красивые девочки в Воронеже. Это вообще, есть одно поверье такое, то, что Воронеж, когда Петр Первый строил здесь корабли, привозили самых красивых девушек, для того, чтобы строители никуда не разбегались. Потому что они увидели такую красоту и остаются в городе, чтобы никуда не уезжали. Вот такая вот есть сказка. Сейчас мы уже подходим к нашей Адмиралтейской площади. И мы что наблюдаем? Скопление людей. И я боюсь то, что нам не хватит мест. Вот это я больше всего боюсь. Потому что все-таки два часа стоять, смотреть футбол, это будет очень как проблематично. Это просто вообще кошмар. Почему 500 мест? Почему не тысячу, не две тысячи сделали? Чтобы люди могли прийти и наслаждаться все-таки. Или сделали бы вообще. У нас есть стадион Труд. Почему не сделать на Труде такой большой экран, чтобы люди могли приходить и смотреть на стадионе? Было бы, мне кажется, классно. А еще бы денежку за вход брать вообще просто отпадает. Не, ну это тоже можно было бы. Хотя бы 50 рублей они позаводились бы. Ну да. Я не знаю, почему вот правда не сделать такое. Экраны большие и все. С четырех сторон, да, сделай экраны большие. Я ни разу не бываю там, поэтому ничего не могу стоять. Не, было бы классно. Просто их, да, может, проблематично было бы натянуть, конечно. Чувствую, мы там уже не сядем нигде. Смотри, какая вата огромная, просто. Ёпта. Я такого вата никогда в жизни не видел. Смотри. Я как-то равнодушная. Хотя, вот на 1 мая, когда я ездил, а не динам. Ага. И мошечки целая, целая куча мошек. Мошек. Да. Там разноцветную продавали. И она была вкусная. С клубничкой. Нет, с клубничкой вкусная вата. Не, ну этого пацана, конечно, очень большая такая вата. Вот бы ее сейчас съесть бы. Вообще было бы круто. А где это написано-то вообще или что? Почему нельзя-то? А где администрация? Вот, где страсти. Будь добры, вот там. Че? Ну, а я уберу ее. Я ее уберу. Вот эти дополнительные. Ну, какая палка не достается? Сколько она у нас? 1 метр? Нет, она вообще не достается. Вы что, какая в селфи-палка? Какая в селфи-палка? Вы что? Не, вон места есть. Одно место я вижу. А где-то для кого-то залезли. Мне ведь не мешают. А где-то был черный краник. Лебо нам нам пришла. Не знаю. Ладно, Юр, ну что, не будем стоять. Не будем стоять. Два часа там охеренная. Ну что, пришли, посмотрели, охерели и ушли. Сейчас закончимся дома, будем болеть за нашу сбору, да. Не, на самом деле отвратительно. Вот мне, знаешь, подготовка какая-то, да, то, что у нас чемпионат мира по футболу все-таки, да, в стране, как бы, проходит первый раз. И почему не сделать это более доступным? Как я говорю, сделать на стадионе, чтобы было много сидячих мест, мы могли люди приходить. Там 30 тысяч человек у нас в стадионе вмещают. Приходите, смотрите, почему сделать какой-то маленький экран и, типа, все, мы что могли, то сделали. 500 человек, как бы все, больше, а дальше стоит. Два часа охереваете. Не, отвратительно, конечно. Зато с безопасностью они слишком заморочились. Камеру чуть не отобрали, чуть не сломали, вообще ужас какой-то. Сумки доверяют, все доверяют. И женщины и мужчин. Чуть не отрасывают. Чуть не отрасывают. Не, ну, блин, все пришлось открыть, показать. У меня сумка маленькая на школе, и то мне пришлось все открыть, показать, что кроме телефона там больше ничего. Ладно, что, пошли куда-нибудь посидим и поедем отсюда. Мы шли с Адмиралтейской площади и пришли в хорошее заведение. Все-таки не стоять, как я хотел, а мы пришли именно в кафе. Привет, сейчас мы закажем пиво, закажем роллы. И будем смотреть вот на эти большие экраны. Большие экраны. На тех больших экранах будем смотреть футбол. А самое главное то, что тут еще нету этих бурных фанатов, которые будут кричать, орать. Ну, конечно, есть и минусы. То, что, конечно, не пропитаясь той энергетикой, то, что футбол все-таки ты смотришь. Но я считаю, что это идеальный просто, просто идеальный вариант. Это не то, что на Адмиралтейк смотреть. Это вот такой вот маленький-маленький экранчик там где-то вдалеке. И стоять, самое главное стоять. Два часа, вы представляете? Это ужас какой. Не, вот это я улучшилось и поднялось в настроении. Так что очень-очень счастлив. И сейчас я буду пиво заказывать. Пивасик пивать и роллы. Пока мы тут сидим, выбираем себе, что заказать. Нам еще принесли в Йока-Мока. Вот такую вот фигню, бумажечку, да, вроде показалось. Но у них сейчас акция проходит. И если я угадаю, кто выиграет, мне бокал пива принесут. А если я угадаю счет еще, мне еще пиццу принесут. Вот это я считаю, вообще фарфакор просто. Все, давайте. Сейчас я буду ставить счет все-таки 2-0. То, что Египет выиграет. А ты будешь ставить 2-1. То, что Россия выиграет, да? Все, сейчас мы делаем свои ставки. И в конце этого видео мы узнаем, получим ли мы пиво или нет. А нам, кстати, 2 почему-то принесли. Потому что нас двое. Так что мы по-любому что-нибудь выиграем. Поэтому там бокал пива мы выиграем. Так что это будет очень-очень хорошо. Один ставит на одну, второй на другой. Так что нам вообще классно портануло. Все, уже матч начинается. Давайте угадывать счета. Так, ребят, и вас притаранили. Греночки притаранили вообще. Класс просто. Вот это я понимаю. Так можно смотреть футбол и 2 часа, и 3 часа. Главное, чтобы подносили все больше и больше. Надо, чтобы он уже кладил для этого сына. Надеюсь, что ж не вне. Надеюсь, что ж не вне. Да, выпьем за это. На, давай. Что? Вот. За сборную России. Ура! Сейчас, подожди. Это просто Черчесов их настроил, сказал. Давайте, ребята. Сейчас. Подкрепите нервы людям. Первые 10 минут играем активно. А потом, ну, я знаю, у вас дыхалка у вас слабенькая. Вы курили кальян все-таки только что в раздевалке. А здесь, по-моему, они кальян курят. Они перебивают за ворота. Ничего они не могут поймать. Ты смотри, он говорит, стопая, ребят, все нормально. Ну, давай там вот эти головой забивали. Вот какого я мать не смотрели? Прямо головой забьет. Я не знаю, сколько я мать не смотрю. Нет, мы с тобой, которые мы смотрели последний раз. Было очень много. Короче, не суть. Португальцев мы смотрели последний раз. Они головой забивали. А эти что? Боятся голову свое отбить? Ну, смотри, вот даже кафе, который не футбольный, а все равно люди болеют за сборную России, да? Патриоты, в отличие от них. Эх, спасибо. Вот что значит все-таки болеть за сборную России. Блин, переживать, нервничать. Ужас. Он врет. Не, на самом деле я вру, потому что я жду то, что греки... Греки, Египет. Почему у них греки сегодня целый день? Ну, потому что они рядом где-то находятся, хотя нам вряд ли. Короче, сборная Египта, я на нее поставил то, что она 2-0 выиграет, потому что я жду большую-большую пиццу. Ибо как пиво, вы представляете? Вообще, это будет шикарно. Они ко мне в специальный кадр портят. Так что вот так вот. Все, будем дальше смотреть, переживать, нервничать. Я за сборную Египта, она за сборную Гри... Нет, я за сборную России. За сборную России, а я за сборную Египта буду болеть и нервничать. Главное, чтобы хотя бы бокал пива выиграть, я уже не говорю о больших пиццах. Сейчас Черешев пробил, у меня чуть-чуть в пятки не ушло, чуть-чуть не забил. Чуть-чуть просто, вообще. Вот это был удар красава Черешев, конечно. Он забил 2 мяча сборной, как она там называлась-то, блин? В Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии, да, забил. Просто вообще красавчик Черешев просто, блин. И сейчас тоже чуть не забил. Кто-то смотрел, а кто-то сидел на работе. Ну, нет, тут принесли еще немножко пива, как вы видите, да, другой стаканчик. Я болею, вы знаете почему, за сборную Египта, но сборная России у меня все будет в сердце за Россию. Россия должна себя не победить. Я не могу понять, что такое произошло в сборной России. Атакуют и атакуют, атакуют и атакуют. И никак не садятся в оборону, блин, я не знаю, что там Черчеса, там что, в лещах, что ли, да, отцовского, что ли, что они так начали играть, атаковать, да. Единственное, вот эти навесы, которые идут постоянно надзюмом, мне вообще не нравятся. Нет вот этого розыгрыша, чтобы прям стопроцентным вариантом, да. Они слишком перебивают перед воротами. Ну, они навесы делают, у них нет этих атак, таких, которые прям раскатки, что ли, да, выводы 1 на 1 игрока. Ну, просто они бегают туда-сюда. Ну, прям приятно смотреть, как сборная России играет. Потому что я уже посмотрел очень много сборных, как играю. И на самом деле довольно-таки интересная игра. Я смотрел, Дания, Перу там играли, блин, там вообще можно уснуть просто, блин. А это интересно, да? Ну, сейчас опять атака идет. Официант закрыл весь обзор. Они сами не дотянутся. Ну, блин, ну, сборная, это, болельщики России, шапки-ушанки, где-то там медведь, наверное, спрятаны еще. И балалайка, и балалайка, и снег еще где-нибудь с собой принесли. Идет 30-ая минута, наши подсели. Ну, 35-ая. Наши подсели, и начались, видишь, пробивают и пробивают. В реальности. Сейчас, если бы перерыв, чтобы Черчестов еще опять лихи понадавал бы им, они бы начали бегать. Ну, они бы бегали. Ну, это да. Они прямо отбирают мяч, как ты это. Они что-то это. Знаешь, они стали слишком терять бустит мяч. Вообще, туда-то ударил вообще. А, лишь бы из памяти от мяча. Просто вообще, да, получается. Тебе недавно, ну и... Знаешь, как-то идет так тяжело, вот все время показывают, знаешь, как идет, пльется, как бы это, блин. Нет, я не спорю, что им тяжело, все-таки согласились бегать на кого-то. Нет, ну, греков, блин. Что у меня с этими греками сегодня целый вечер уже? В Египет, ну, посмотри, они все равно не ходят, не плюются, не идут вот так вот в сборную и все-таки. Ну, их не показывают, но они так не ходят, блин. А наши идут, там, че было, там, у там, я не знаю, блин, после Второй мировой войны выиграл, войну идет, плюется, блин. Ужас. Так вот, закончился первый тайм, подвожу итог, ну, че, сборная России сыграла, я считаю, нормально, кто тут говорит. Шикарно сыграл, просто моменты, то, что навесы все шли только на дюбу, я считаю, это неприемлемо все-таки. Надо разыгрывать, надо что-то делать интересное в атаке, потому что, блин, ну, одно и то же, одно и то же, блин, оно сразу начинает приедаться, и люди начинают крыть там дюбу, да, и все. Больше ничего тут не сделаешь. Я советую, то, что в сборной России надо немножко все-таки начать комбинированный футбол, делать пасы. Ну, как, вы знаете, как Реал играет, короче, вот то же самое в сборной России нужно делать, но это не будет делать, она продолжит в том же духе, если пока дюбу не подсадят, не выпустят другого какого-нибудь нападающего. Ну, я не знаю, есть у нас там какой-то еще нападающий, который может сыграть, будем надеяться. Ну, дюба пока, конечно, что-то, не касается даже и мяча. В сборной Египту нанесла только один опасный удар, это когда Салах там наверхел наших, короче, и ударил там кое-как, короче, ну, мимо ворот. Это был самый опасный момент, так что пока все справляется в сборной России. Египет пока тоже не трещит по шлангу, так что я надеюсь, что второй тайм расставит все точки над бит, и будет довольно-таки зрелищный футбол, и мы уйдем отсюда с хорошим настроением, сборная России выиграет. Я, правда, не получу свое пиво, не выиграю пиццу, это будет довольно-таки обидно, но ничего страшного. Но я надеюсь, что мы выйдем отсюда с хорошим, приподнятым настроением. Ну, все, будем ждать второй тайм. Си, забила гол. Вот так вот. Вообще. Молодцы. Корявенький, я говорю, разыграть надо, разыграть. Он сам себе забил, автогол. Просто взял, себе забил. Ну, правильно, если... Ну, некому забивать. Сборная России. Вообще, вот это надо же так. Не, ну, молодец, что он, молодец. Я считаю, его надо взять в сборную России. Вообще, ну, не так. Вот так, один момент опасный, и все. Ну, они теперь, ну, короткие, да, все. Да, все, я теперь не получил пиццу. Ладно, еще три, надо. Все, я пиццу не получил. Обидно, досадно, но ладно. Вот такие эмоции начинаются тут. Сборная России выигрывает 1-0. Египет что-то начинает атаковать. Ни с того ни с сего что-то. Проснулись. Уже столько моментов. Целых 2. Чуть не забили, блин. Страшно становится. Россия должна все-таки победить. Россия, мы верим в тебя. По ноль сборная России выигрывает. Ну, я не знаю, теперь должны забить еще Египет. И просто вообще счастье будет. Да ладно тебе. Пусть наши забивают. Я сама вас не забила, пусть нас забивают еще. Денис Черышев забил, молодец. Ты смотри, чего там что-то творят вообще. Просто, блин. Слушай, здесь к нам вот это было. Там какая-то помену, там маска сейчас разыграла. Ты смотри, как разыграли, блин. Вот все-таки такое чувство, как будто Вачко пропустил вратарь. В домик. Не, вообще. Днясь забили. Вообще, зуба за голову схватился. Чего мы творим? Он это, честь отдавал. А, честь отдавал. Вообще, молодцы. Три-ноль. Все, пиццу мы пролить. Смотри, какой пас. Слушай, ши-ши. Хочу подвести итоги. Матч заканчивается. Осталось последние три минуты. У нас сборная России выигрывает. Наконец. И выходит финальную часть чемпионата мира по футболу. Ура. Еще две минуты. Да и все. Фенальти, не, не заби. Хочу поблагодарить сеть ресторанов Йокомоко. То, что нас здесь приютило, накормило вкусной едой, напоило пиво. Мне очень понравилось. То, что мы здесь сидим все-таки. Они находятся где-то на Адмиралтейской площади. Это тоже, блин, очень-очень хорошо. А то мы сейчас там стояли, я бы не знаю, ни в туалет, никуда не сходить. Короче, ну ужас. Конечно, подготовка у нас к чемпионату мира по футболу отвратительная. Благодаря такому кафе мы находимся здесь и смотрим. И в итоге мы получили удовольствие от этого. И то, что наша команда выиграла. Еще не выиграла. Уже выиграла. Еще не выиграла. Уже вторые минуты. Уже дополнительное время. Все. Наша команда выиграла. Наконец-то. И я могу закричать только так. Россия вперед, Россия. Нет. Будем науки. Класс. Так вот, халявное пиво. Класс. Вот так вот ходить в кафе Йокомоко. Там можно на халяву купить пиво. Кайф, просто. Я вам советую Йокомоко на проспект Революции. Адрес точно не помню. Классная карта, да? Проспект Революции 33. Проспект Революции 33. И за рекламу мне не заплатили, только пиво проставились и все. Это за то, что я выиграла. Угадала, кто выиграет. Работа и все, если так думаем. Все, ты девушка хорошая. Погнал нам подарок не дадут. Ой, я так пиво не могу пить быстро. Просто уже кафе закрывается. Надо побыстрее отсюда, короче, валить. Все-таки время уже сколько? Один часов, да? Да, завтра. Завтра на работу всем работать. А я тут сижу и кайфую пиво. Все. Пиво, давай вот так пиво. ТОРМОЛЕЙ vie Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, настроение классное. И советую всем подписаться на мой канал, поставить большие пальцы вверх. Там колокольчик еще есть внизу. Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юля. Все, всем удачи и пока.